Итак, у нас сегодня в работе замок Герда. Декодер на него. Вот так вот он выглядит. Для начала немножко теории. У Герды всего четыре высоты. По ключу можно как бы их все прочитать. Вот самая большая лунка. Это четверка. Поменьше тройка. Не пилится совсем единица. И вот маленькая луночка. Это двойка. Будем читать замок и открывать. Для того, чтобы было лучше понятно, решил все-таки сделать так. Кодировка замка. Реальная. По ключу. Будем читать и сбоку будем писать то, что мы прочитали декодером. Для чего? Ну, станет понятно уже в конце. Читать будем от носика. Вот это носик. По кругу. Ноль. Это заход. Ну, начнем, допустим, с левого вверха. Ничего не делаем. Просто поворачиваем стрелочку и смотрим, какой сектор попадает. Тут у нас три сектора. Вот этот сектор под цифрой 4. Вот этот небольшой сектор под цифрой 3. И все, что за третьим сектором, это сектор Х. Что обозначает, это уже в конце. Ну, поехали. То есть вот стрелочка вышла за третий сектор. Это значит Х. Вот. Стрелочка дальше третьего сектора не идет. Значит, это сектор 3. Ну, вот здесь вот, в принципе, без разницы. Можно записать и третий сектор, а можно и Х. Выходит все-таки чуть-чуть. Почему без разницы, я в конце объясню. Это четвертый сектор. Вынимаем все у себя. Вот хотя что у нас тут получилось. Х, 3, 3-х, 4. Это Х. Подальше уходит. Это Х. Х. Вот мы прочитали. От носика два ряда. Для простоты работы можно, конечно, выдвигать и читать дальше, но удобнее выйти, передвинуть на следующий ряд манипуляторов. Опять задвигаем до конца и начинаем читать. Ну, это пускай будет третий. Это четвертый. Это икс. Это икс. Тоже икс. Теперь можно выдвинуть и читаем последний ряд. Пускай будет, если дотягивается до последнего сектора, пускай будет три. Тоже самое, три. Немножко неудобно. Это икс. Последний. Четыре. Вынимаем декодер. В принципе, можно читать два раза, но, как правило, достаточно и одного. Вот что у нас в итоге получилось. Ну, вот на примере вот этого ряда. Икс. Четыре. Четыре. Икс. Три. Четыре. Один это икс. Четыре это четыре. Двойка это три или икс. Лучше тогда уже тройку. Запишем. Почему? Объясню. Три. Икс. Икс. Четыре. Три. Икс. Икс. Так. Вот я приготовил ключ с фольгой. Есть кондуктор, который мы вставляем. И два, скажем так, волшебных инструмента. Для наглядности тут рисочки есть. Здесь, не знаю, насколько на видео видно, три рисочки. Здесь четыре рисочки. Смысл в чем? Икс мы не трогаем вообще. Там, где у нас прочиталась четверка, даем четверкой. Там, где прочитались третий сектор, даем просто выдавливаем. Тройкой. Все. Иксы не трогаем вообще. Так. Так. У нас тут вторая четверка. Давить нужно не на весу, а лучше всего, чтобы придать нужное давление. Вот так вот на что-то твердое поставили. И рукой слегка удалили. Молотком не надо. Четверка. Переворачиваем. Правый низ. Первая. Четверка. Теперь последняя. Четверка. То есть, мы начали сейчас все четверки, а потом трешки. Так. Левый верх. Четверок нету. Левый низ. Четверка на носике. Четверки. Четверки. Теперь тройки. У нас получается тройка только на носике. Левый верх. Первые две тройки. Правый низ. Тройка на носике. Левый низ. Тройка в начале. Вынимаем. Шов проглаживаем. Смотрим со схемой, все ли правильно мы продавили. То есть вот у нас четверка, в конце тройка. Здесь две тройки. Правый низ. Четверка, четверка и на носике тройка. Левый низ. Тройка в начале, четверка в конце. Что-то запустило. Есть всякие усилия. Спокойно открывается. Не надо придавать никакие усилия. Сколько угодно раз открывается. Работает как ключом. В чем смысл вот этой четверки и вот этой тройки? Изначально, да, мы хотели сделать инструмент, который будет читать чистую четверку, чистую тройку. 1, 2 мы не трогаем. Но пришли к мнению, что так будет удобнее. Тем более, что вы видите, как она работает. Скажем так, вот этот вот сектор пограничный, это, скажем так, сектор ошибки. Потому что иногда тройка, некоторые тройки чуть-чуть выходят вот за эту, за чистую тройку, могут читаться. Некоторые двойки могут начинаться только вот здесь вот. Тактильно оно, конечно, чувствуется, что вот она если чуть-чуть вышла, то это все-таки тройка. Но чтобы не было ошибок, чтобы у оператора даже мысли не было, что он там чувствует, он просто ставил, повернул, что ему показало, то и записал. Поэтому вот это, это не чистая четверка высота, это четверка с тройкой. Это не чистая тройка, это тройка с двойкой. Опять же, тройка, получается, есть и здесь, и здесь, когда мы давим. То есть у нас есть, скажем так, если мы неправильно что-то прочитали, то вот этот инструмент эту ошибку нивелирует. Все, цена будет на сайте. Пишите, кого заинтересовало. Вот так что, попробуй. Продолжение следует...